Сегодня я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты, которые особо важны в монтаже ямкостей стальных. Первое, с чего стоит начинать, это с приемки основания. Основание это ключевой показатель, фундамент, качество работы всего сооружения. Поэтому к основанию нужно предъявлять все особо важные требования, которые заложены в проектной документации и требованиям завода-изготовителя оборудования. Основание должно быть обязательно принято техническим контролем при строительстве и должно быть принято монтажной организацией, которая будет производить монтаж оборудования. Часто, ну или не часто, бывают случаи, когда этими моментами пренебрегают и потом, как следствие, при окончании монтажа оборудование может иметь достаточно серьезный наклон, который не проходит контроль качества. Второй момент, это, конечно же, выбор подрядной организации. Подрядная организация должна быть известна. Не стоит доверять фирмам, которые сомнительного качества, сомнительного названия, пусть даже самой низкой ценой. Следовательно, проверяйте имя компании, проверяйте монтажную оснастку, проверяйте штат сотрудников этой компании, потому как в их руках будут достаточно серьезные деньги ваши, ведь стоимость оборудования исчисляется миллионами греев. Третий момент, это, конечно же, оснастка, инструменты, которыми пользуются монтажная организация, технология, последовательность сборки. Есть ли вообще у организаций, которые монтируют оборудование, проект производства работ, потому как зачастую очень часто неприятные инциденты, такие как падение силоса или при монтаже. В основном этот параметр возникает зачастую из-за неправильного подбора подъемно-транспортных механизмов. Не учитывается территория, местность площадки, не учитывается удаленность. Монтажники принимают на себя ответственность, говорят, параметры крана. Крановщик не проверяет возможности своей машины, не проверяет вес груза. Что приводит потом к плачевным ситуациям, авариям и даже может привести к травмам, не дай бог лишить кого-то жизни. Поэтому основной документ на строительной площадке, по которому осуществляется монтаж оборудования, это проект производства работы. Он учитывает все аспекты и технологию, и последовательность сборки именно того оборудования, которое монтируется. Поэтому необходимо всегда вести монтаж оборудования в строгом соответствии с проектом и со сборочной документацией завода и готовительства. Это далеко не полный перечень всех тех рекомендаций и тонких моментов, на которые стоит обращать внимание при строительстве, а также при эксплуатации достаточно обширный перечень. И наша компания оказывает комплекс услуг по осмотру строящихся объектов, объектов, которые уже введены в эксплуатацию, где мы можем более обширно и предметно указать на недостатки, либо же подсказать, что и как нужно устранить или исправить. Редактор субтитров А.Семкин